Айсберг Международная конвенция «Спорт-аккорд» объединяет международные спортивные организации по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Круг обсуждаемых вопросов широк. Допинг-контроль, продвижение новых видов спорта, даты и места проведения крупных международных соревнований. Россию, в частности, волновал вопрос участия крымских спортсменов в составе сборных страны. Эта проблема будет обсуждаться отдельно. Более трех тысяч участников, представителей 72 стран, в том числе 22 члена Международного олимпийского комитета принимают участие в саммите «Спорт-аккорд». Помимо этого, здесь проходит выставка, где спортивные федерации представляют проекты. В частности, есть стенд Баку, где пройдут первые европейские олимпийские игры. Краснодарский край организовал так называемую спортивную деревню. Это интерактивная площадка, куда могут попасть все желающие. Здесь представлены все федерации спорта, а мастерство демонстрируют воспитанники спортивных секций. Владимир Иванисов из Анапы предлагает всем попробовать себя в гончарном деле и смастерить олимпийский сувенир. Подобные амфоры дарились победителям олимпийских игр в Древней Греции. Министр спорта Виталий Мутко во время встречи с представителями СМИ подвел итоги первого дня работы спортивной конвенции. Намечен план спортивных мероприятий в России до 2023 года. В Сочи, в частности, предложено провести всемирные пляжные игры в 2019 году, а в 2017 – чемпионат мира по боксу. Президент Международной Федерации бокса мне сказал, вы знаете, вы же такая страна, где бокс так популярен. Мы давно ничего не проводили. В 2017 году предлагает нам провести чемпионат мира по боксу в Сочи. Ему он впечатлен в Сочи. За короткий один день мы уже смогли десятки встреч провести и получили предложение о проведении десятки спортивных событий в России. Уже в статусе вновь избранного президента спорт-аккорда Мариус Визер предложил провести в Сочи и следующую конвенцию в 2016 году.